Я читал, что в феврале этого года вы стали гражданином Хорватии, получили гражданство. Почему Хорватия? Учитывая мои проблемы с нынешней российской властью, мне необходимо было получить какой-то документ, по которому я мог бы путешествовать по миру. Российский паспорт у меня, правда, кончается в 2016 году, но места для виста заканчиваются. И что, российский паспорт вы будете продлевать? Вы остаетесь гражданином России? У меня паспорт есть, конечно, но было совершенно очевидно, что сдать паспорт в российское консульство в Нью-Йорке, могут быть разные вещи. На него могут случайно вылить чай, например, скажем так. Бывает такое просто. А самое простое, если даже не хотят ничего делать, просто сообщат, а что вы вообще здесь подаете? Поезжайте в Москву и там продлевайте. Там вас ждут. Там вас ждут, конечно. Вы что тут? Кто мешает? Поезжайте, там вы получите. Поэтому я исходил из того, что мне нужно эту проблему решать. В Хорватии я проще обосновался. Я больше 20 лет, я каждое лето провожу в Хорватии. Я поддерживал хорватов в их борьбе за независимость. Пожалуй, был одним из первых, если не первым, кто выступил еще в конце 1992 года в поддержку Хорватии. У меня много друзей там, в принципе. И когда я обратился к ним, в общем, хорватское правительство, оно, в общем... Хорошая страна, Хорватия. Прекрасная страна. Но еще по климату... Дело в том, что это море. Я же скрызался в Баку на море. Она очень... Климат вот этого Далматинского побережья, он во многом родной климат. То есть, как мама говорит, там... Почему мы 20 лет туда ездим? Потому что там как бы возрождаешься. То есть, каждое лето мы там... И вот сейчас как бы мы там обосновались. Продолжение следует...